У нас все уже на автомате происходит, потому что у меня пищит, если я не пристегиваюсь. Он один из тех, кто принимал участие в разработке проекта по повышению безопасности дорожного движения. Теперь Павел Михеев за своим поведением за рулем следит особенно тщательно. Я стараюсь быть добросовестным. Сначала раздражали те, кто вокруг гоняется, а сегодня как-то не обращаешь на их внимание. Я думаю, что эта программа меня дисциплинирует, и я просто не имею права даже на трассе увеличить скорость. Чтобы написать программу «Правила жизни», предпринимателю пришлось составить статистику происшествий на дорогах. Ежедневно в области происходит шесть аварий. В неделю под грудой покореженного металла гибнут не менее шести человек. Изменить тенденцию решились саратовские бизнесмены. Организаторы проекта пока не определились, каким образом будут воздействовать на саратовцев. То ли это будут агитационные листовки, социальные ролики, а может быть баннеры с призывом соблюдать правила дорожного движения. Но цель проекта «Правила жизни» одна – снизить риск ДТП. Возможно ехать медленнее, потратить в пути больше времени, но сохранить жизнь себе и другим. Здесь будет именно тех водителей, которые соблюдают правила дорожного движения, но не всегда и не везде. За круглый стол пригласили предпринимателей и представителей власти. К итогу заседания министр транспорта и Совет бизнес-объединений должны будут подписать соглашение о сотрудничестве. Это значит, что программа «Правила жизни» будет реализовываться на правительственном уровне. В первые дни учебного года мы обращали внимание на то, что у нас был некий всплеск детского травматизма, когда наши ученики пошли в школу. То есть это в любом случае говорит о том, что у нас есть серьезные недоработки. Проект поддержали и работники автоинспекции. В ГИБДД есть отдел пропаганды его специалистам и поручили сотрудничать с организаторами программы. Агитационные материалы будут подготовлены за счет местных бизнесменов. Познакомить саратовцев с правилами жизни планируют через месяц. Екатерина Савина, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.